приветствую вас друзья мы с вами на youtube канале все для клёва и очередной раз мы находимся в нашей такой кухонной импровизированной студии о которой будем говорить о макушатнике казалось бы что же можно придумать по поводу этого макушатника уже и придумали его из двумя крючками и там с волосяной оснасткой и длиной мы игрались и с разными вкусами игрались и с насадкой на макушатник игрались ну как вы знаете это одна из самых чувствительных снастей до которая очень эффективно ловит любую мирную рыбу но такая идея пришла в любого друзья у нас есть такая кормушка паук на многие из вас уже не знают те кто смотрит видео на youtube канале все для клёва и так чтобы сделать супер мега крутой макушатник нам необходимо конец нашей лески продеть в ухо кормушки вывести через этот отверстие куда мы засыпаем прикормку и провести вот в это верхнее отверстие то есть получается вот такая вот конструкция теперь на конце лески мы вяжем хирургический узел при этом этот конец лески мы оборачиваем по круг петли это 10 раз 1 4 6 7 8 9 9 10 достаточно мочим зажимаем вот у нас получился вот такой узелочек лишнее отрезаем и поддеваем на это узелок клипсу конечно можно клипсу привязать просто к леске тоже такой вариант возможен все вот у нас получается сверху стоит клипсу теперь нам осталось сделать поводок диаметр шнура у нас 0,14 его можно сделать с крючком как с волосяной оснастки так и без работает и тот и тот эффективно но мне больше нравится вариант вот такой вот такой вот с волосяной оснастки на волосы цепляет такой же лейный бойл запах кукурузы запах кукурузы гороха меда очень эффективный получается что он приподнимает крючок и получается нулевая плавучесть можно сюда конечно и горошину и кукурузу цепить но это уже дело как говорится вкуса итак друзья будем делать поводок с волосяной оснасткой берем крючок здесь вяжем петельку динарную вот такую вот так вот лишнее отрезаем сразу вот этот кончик сразу можно прижечь это будет классный вариант вот так чтобы не распушивался отрезаем примерно 15-20 сантиметров шнура вот в принципе вот столько достаточно и начинаем закручивать крутим примерно 10-12 оборотов вокруг цевья крючка и назад примерно столько же все теперь теперь просунули шнур вышка крючка вот у нас получился такой поводок поводок здесь делаем петелечку узлом восьмерка вот 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 лишний отрезаем вот 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 И прижигаем, всуываем на удавку наш поводок. И у нас получилась такая оснастка. Снасть в принципе готова, единственное что нам осталось это одеть на волос желейный бойл, берем стопорочек. И этот стопорочек вставляем в желейный бойл. Вот так, вот у нас вот так получилось. Теперь нам осталось забить кормушку прикормкой или смесью гороха с прикормкой, или с кукурузой с прикормкой, или гранулами мы тоже пользовались и пробовали ее эффективность. Я думаю, что карпу это очень понравится. Для того, чтобы избежать зацепов за кормушку крючком, я предлагаю сверху, когда вы уже забьете прикормкой кормушку, сверху здесь промазать манкой и приклеить на манночку этот крючочек. В таком случае он спокойно освободится на течении и будет где-то тут вот с нулевой или плюсовой плавучестью. Друзья, почему я считаю такой вариант более эффективным, чем макушатник? Хотя, казалось бы, макушатник это давно проверенная снасть, проверенная годами уже, да, и очень эффективно уловит рыбел в рыбу. Но пока макуха начнет работать, пройдет какое-то время, это минут 15, 20, 25, 30, в зависимости от сырья макухи. Здесь же получается вариант такой, что она начинает пылить сразу, то есть прикормка сразу начинает вымываться с кормушки и тем самым сразу же привлекает рыбу. Поэтому я считаю такой вариант более эффективный. Ну, это, конечно же, мы проверим на Днестре и покажем вам в одном из ближайших видео. Ну, вы, друзья рыболовы, сами решайте для себя, какой вариант вам больше нравится. Я призываю вас только всегда экспериментировать на реке и развиваться вместе с YouTube каналом всю лету. Друзья, я хочу напомнить вам о том, что 12 октября 2019 года мы проводим субботник на реке Днестр на 50-51 километре. Поэтому было бы классно, если вы присоединились к нам. Чем нас будет больше, тем больше мусора мы берем. Мы привлекаем вышегрузную технику для вывоза мусора и обязательно накормим вас сухой. Поэтому будьте с нами, ловите с нами, ловите лучше нас. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ли клево. Ну, а я прощаюсь с вами, до скорых встречной рыбалки. Всем удачи, всего хорошего, пока. Уважаемые взрослые, я хочу приезжать на природу, а не на мусорник. Возвращаем на парня. Уважаемые взрослые. Субботник. Субботник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА